С астмой, сколиозом или после гриппа на уроке физкультуры должны будут ходить все школьники без исключения. В Министерстве образования предложили полностью отменить освобождение от уроков физической подготовки. Не навредит ли это детям? В теме разбиралась Анна Мамаева. Подруги Арина, Алина и Надя сегодня с одноклассниками в баскетбол не играют. Недавно переболели простудой, сейчас освобождены. Вместо этого изучают теорию. Такое задание дает учительница Лидия Ворошилова тем, кто не может временно заниматься на ее уроках. Учительница рассказывает, сразу после болезни детей старается не нагружать. Ждет, когда закончится действие освобождения и только после этого постепенно привлекает к упражнениям. Постепенно втягиваются после болезни. Если приходит у них освобождение, то сначала медленно бег или ходьба просто обычная и нормативы не сдают. Однако в ближайшие годы освобождение от занятий физкультурой хотят отменить. Такую инициативу высказали в Министерстве образования. Спортивные врачи не против. Говорят даже, что физические нагрузки после болезни необходимы. Правда, не интенсивные. По специальной программе. У нас в Кирове таких групп практически нет. И врачи вынуждены просто ребенка освобождать от занятий физкультурой. То есть это как бы вынужденная мера? Это вынужденная мера, да, конечно. То есть освобождение на все время обучения – это тоже мера вынужденная. Ведь для детей даже с хроническими заболеваниями, например, астмой или ДЦП, минимальные нагрузки просто необходимы. Правда, обычный учитель физкультуры, по мнению врача Василицы Зяблицевой, не сможет уделить должное внимание таким детям. Группы должны быть небольшие. То есть с ними педагог должен работать отдельно. То есть время занятий не позволит ему уделять внимание основной группе и детям, которые занимаются в специальной группе. Таких педагогов готовят специально. Их программа отличается от программы будущих физруков общего профиля. Правда, работают такие педагоги чаще всего в коррекционных школах. Они преподают адаптивную физкультуру по специальным программам для разных групп детей. Это могут быть дети, которые имеют нарушение опорно-двигательного аппарата в виде сколиозов, которые не посещают уроки физической культуры. И в зависимости от заболеваний подбираются, разрабатываются специальные комплексы упражнений, которые будут направлены на укрепление их здоровья. Так что школы должны подготовиться к отмене освобождения, создать расписание для специальных групп и открыть ставку для учителя адаптивной физкультуры. Только после этого новшество можно вводить, считают специалисты. Еще одно новшество, которое готовят в Министерстве образования, это введение в школьную программу авторских уроков физкультуры. Их разрабатывают именитые спортсмены, такие как фигурист Евгений Плющенко и легкоатлет Елена Иссенбаева. Правда, кто будет разрабатывать специальные программы для детей, только что переболевших, пока не ясно. В Министерстве образования это не уточняют. Анна Мамаева, Николай Шхарбеев, Бюро новостей Давича.